Продолжим с цепными дробями. Я надеюсь, что мы закончим сегодня эту тему и перейдем к следующей теме. Но сегодня у нас в программе... Ну, я бы не сказал, что сложная, но все-таки относительно длинная теорема Лагранжа или Эйлера-Лагранжа о квадратичных рациональностях. Значит, что такое квадратичная рациональность? Значит, квадратичная рациональность, ну, это, значит, иррациональное число, которое является корнем квадратного уравнения с целыми коэффициентами. Значит, это альфа, это такое вещественное число, иррациональное, что существует А, В, С, целое. Не все одновременно нули, да? А, В, С не равно 0, 0, 0. Такие, что А альфа в квадрате плюс В альфа плюс С равно нулю. Это квадратичная рациональность. Значит, что такое периодическая цепная дробь? Значит, периодическая цепная дробь, ну, значит, это такая бесконечная цепная дробь. Что существует такое Н? И существует такое Т, что АН плюс Т плюс Ж равняется АН плюс Ж для любого Ж, ну, скажем, больше равного нуля. То есть вот здесь вот встретился элемент АН, он повторился, ну, и дальше вот все элементы тоже повторяются. То есть дробь, которая имеет период. Значит, записываться это может так, что А0, точка с запятой А1, АН минус 1, а дальше АН, АН плюс Т минус 1 в периоде. Вот эта черта означает, что дальше все стало повторяться. Потому что, смотрите, если выполнено вот такое свойство, что начиная с какого-то Н, то, что стоит на Н месте и на месте сдвинутом Н плюс Т, там, на Н плюс 1, на Н плюс Т плюс 1, это совпадает, это значит, что у нас просто там наступил период. Что-то это называется период. А вот это называется предпериод. И теорема, которую мы сегодня докажем, состоит в следующем. Ну, так сказать, вообще это называется теорема Лагранжа. Она утверждает, что эти два объекта совпадают. Значит, вещественная квадратичная иррациональность и периодические цепные дроби – это одно и то же. Альфа – это квадратичная иррациональность тогда и только тогда, когда альфа – это периодическая цепная дробь. Значит, раз тут тогда и только тогда, то нам надо доказывать в две стороны. Значит, если периодическая цепная дробь, то квадратичная иррациональность – это первое. Это простое утверждение, которое доказал Эйлер. И второе в обратную сторону, что если квадратичная иррациональность, то это периодическая цепная дробь. Вот в сущности это и доказал Лагранж. Ну, вот это мы сейчас будем доказывать. Так, значит, в сторону эйлера. Давайте сначала проведем доказательства в случае, когда дробь чисто периодическая. Сначала рассмотрим чисто периодический случай. Значит, итак, что нам надо делать? Нам дано, что альфа – это периодическая цепная дробь, и надо доказать, что число, значение этой цепной дроби является квадратичной иррациональностью. Мы начнем с самого простого случая, когда альфа имеет… Ну, давайте даже мы назовем его бета. Альф равно бета, и оно чисто периодическое. Период начался с самого начала. Вот, значит. Вместе с целой частью. Да, вот с самого начала начался период. Значит, то есть, что дальше? А0. Значит, это значит, между прочим, что целая часть – натуральное число, потому что вот оно там дальше стоит. АТ, а дальше А0, АТ. Вот тут они через запятую уже все… Значит, вот у нас период, и вот он дальше пошел. Вот это еще раз. Вот я его нехорошо так писать, я его подчеркну сверху. Вот это период, квадратная скобка. Вот он дальше. И дальше он продолжается до бесконечности. Значит, давайте мы напишем для АЛЬФА выражение через… Слушайте, а вот для этой штуки у нас есть обозначение. АЛЬФА… То есть, вообще у нас было обозначение АЛЬФА МТ. АЛЬФА – это то, что начинается с МТ-го неполного частного. ХВОСТ. Да? У нас было такое обозначение. А значит, что дробь периодична, это означает, что у нас хвост, вот этот вот, совпадает с самим АЛЬФА. То есть, у нас, вот начиная отсюда, вот туда, это что за хвост? Это АЛЬФА с каким номером? Потому что вот это А0, это не А0, это АТ плюс 1. Значит, АЛЬФА Т плюс 1, оно равно АЛЬФА. Правда? Так, ой-ой-ой-ой, тут не хватает единички. Вот, значит, теперь давайте мы попробуем АЛЬФА через АЛЬФА Т плюс 1 выразить по-другому с помощью того самого трюка, который мы много раз использовали. Записываем выражение для Т плюс 1 подходящей дроби. Значит, это то, что получается из рекуррентных формул. Ну и дальше я много раз уже это делал. Значит, теперь я заменяю АТ плюс 1 на АЛЬФА Т плюс 1. Что получится в левой части? А в правой части? Вот мы этот трюк долго обсуждали. Для чего мы его долго обсуждали? Чтобы потом все время применять. Что получится в правой части? Ой, значит, это правая, ну, да, в левой части. Что получится? АЛЬФА. А что такое АЛЬФА Т плюс 1? Это АЛЬФА. То есть у нас имеется выражение АЛЬФА равенства. Значит, что же у нас получилось? У нас получилось уравнение АЛЬФА квадрат КУТ плюс АЛЬФА КУТ минус 1 равняется АЛЬФА ПТ плюс ПТ минус 1. То есть у нас получилось квадратное уравнение для АЛЬФА. Значит, что же получилось у нас для АЛЬФА? АЛЬФА задается бесконечной цепной дробью. Значит, АЛЬФА задается бесконечной цепной дробью. Слушайте, а я вам, наверное, это не доказывал, а только в качестве упражнения задавал, да? Что если у нас бесконечная цепная дробь, то ее значение иррационально, да? Было такое? Это было упражнением, да? Без доказательства, да? А сейчас надо этим пользоваться. Давайте я не буду вас спрашивать, сделали ли вы это упражнение, а я просто это сейчас поясню. Потому что это не совсем тривиально. Но тем не менее, значит, вот здесь оно понадобится нам. Это утверждение здесь нам понадобится. Значит, АЛЬФА бесконечная цепная дробь. Значит, следовательно, АЛЬФА иррациональное число. Значит, это если мы верим в то упражнение, значит, я это использую. А второе, что АЛЬФА корень квадратного уравнения. Видите? АЛЬФА корень квадратного уравнения. Значит, что же получается? АЛЬФА квадратичная иррациональность. Вот это значит, что АЛЬФА квадратичная иррациональность. Значит, если мы верим вот в это вот утверждение, я, наверное, его все-таки прокомментирую сегодня, потому что в прошлый раз мы его не обсуждали, мы просто его сформулировали. Значит, то у нас получилось, что теорему Лагранжа в простую сторону мы доказали, но в частном случае, когда альфа чисто периодическая дробь. Давайте теперь поймем, как действовать в случае, когда альфа не чисто периодическая дробь. Значит, в случае альфа просто периодическая, что делать? Ну, что значит, что альфа просто периодическая? Значит, у него есть предпериод, а дальше какой-то период. То есть альфа у нас имеет вид А0, А, что там у нас было, Н-1, а дальше АН, АН плюс Т-1. Это вот в периоде. Ну, давайте тогда рассмотрим бета, которая есть АН, АН плюс 1, АН плюс Т-1. То есть мы взяли, написали период и составили дробь, которая только из этого периода состоит. Она, значит, чисто периодическая. Правильно? Значит, что мы про нее знаем? Про нее мы уже доказали, что это квадратичная иррациональность. Бета – это квадратичная иррациональность уже доказана. Значит, если она квадратичная иррациональность, то она – это иррациональное число, которое является корнем квадратного уравнения. Правда, да? Значит, что значит, что она является корнем? Значит, бета равняется А плюс Б в корне из Д, где А, Б и Д – это, ну, можем так сказать, что это А, Б – это рациональное число, а Д – это натуральное число. Теперь давайте сообразим, как из бета получить альфа. Ну, этот прием мы уже делали. Значит, если у нас есть выражение для ПН на КН, которое есть АН, ПН-1 плюс ПН-2, АН, КН-1 плюс КН-2, то чтобы получить альфа из бета, надо в это выражение вместо АН подставить полное-неполное частное, то есть бета. Значит, то есть альфа из бета получается с помощью вот таких вот формул, где вот эти самые П-житые и К-житые – это какие-то целые числа. Теперь давайте подумаем, что если мы вместо бета подставим сюда вот это выражение, значит, туда подставим. В числителе получится какая-то комбинация рациональных чисел и рациональных чисел умножить на корень из d. В знаменателе получится какая-то комбинация рациональных чисел и корня из d. Мы можем избавиться от иррациональности в знаменателе и увидим, что это имеет вид какой-то там а1 плюс b1 корней из d, где d то же самое будет, а1 и b1 – это какие-то рациональные числа. Ну, понятно, что если в числителе какая-то линейная комбинация единицы и корня из d в знаменателе, мы домножим на сопряженное, в знаменателе будет рациональное число, и в результате получится у нас рациональное число плюс рациональное число умножить на корень из d. Ну, ясно, что это корень какого-то квадратного уравнения с целыми коэффициентами. Ну, и число иррациональное, потому что дробь бесконечная. Значит, получилось, что альфа – это тоже квадратичная иррациональность. Так, давайте теперь, значит, все-таки решим упражнение с прошлой лекции, тем более, что мы его здесь использовали. Да. Сейчас, сейчас, сейчас. Какой у нас стандартный прием, я уже говорил, что он стандартный, заменить неполное частное на полное частное, вот в этой вот формуле. Если у нас есть формула для подходящей дроби с номером n, и если мы вместо неполного частного сюда напишем полное частное, то получится число альфа. Для вот этого вот нашего альфа, что такое полное частное с номером n? Это вот все вот это вот. Мы его обозначили за бета. То есть, если мы вместо вот этого неполного частного подставим альфа nt равное бета, то получится альфа. А дальше уже все ясно, потому что это число вида а1 плюс b1 корней из d. Да. Подождите, подождите. А это я по-хитрому рассуждаю сейчас. Это число вот такого вида. Значит, оно по-любому является корнем уравнения второй степени с целыми коэффициентами. Дальше я бы не задумываюсь, почему b не равно. Я мог бы задуматься, но мне неохота. А я говорю следующее. Я говорю, что альфа задается бесконечной цепной дробью. Значит, бесконечная цепная дробь, значение бесконечной цепной дроби это иррациональное число. Это упражнение с прошлой лекции, которое я сейчас хочу сформулировать в виде леммы и доказать, потому что доказательство там довольно хитрое и поучительное. А, так сказать, то, что b не ноль, в результате моих действий получается автоматически. Потому что я знаю, что это число иррациональное из того свойства, что оно разлагается в бесконечную цепную дробь. А почему отсюда альфа иррациональная? У нас же в квадратном цепочлении могут быть иррациональные цепи. Стоп, стоп, стоп. Я хитрый. Значит, я доказываю две вещи. Первая вещь, что это корень квадратного уравнения. Квадратное уравнение я написал. То есть корень. Вторая вещь, что это иррациональное число. Значит, как я доказываю, что это иррациональное число? Я ссылаюсь на теорию цепных дробей. Альфа – это значение бесконечной цепной дроби. В прошлый раз было упражнение, что значение бесконечной цепной дроби – это иррациональное число. Вот я сейчас несколько раз сказал, что мы сейчас это упражнение используем, и не только используем, а сейчас я его еще и решу. Поэтому на самом деле, из того, что я сказал, получается, что вот у этого уравнения рациональных корней нет. И это получилось вот каким-то вот хитрым путем из каких-то там цепных дробей. Значит, итак, чтобы все было обосновано. Для того, чтобы завершить доказательство первого пункта, нам надо понять, что значение бесконечной цепной дроби всегда иррациональное число. Давайте я это сформулирую в виде отдельной леммы. Пусть альфа – значение бесконечной дроби А0, А1, А2, АМ и так далее, тогда альфа – иррациональное число. Значит, поучительно, что эта лемма доказывается с помощью того, что мы называем диафантомыми приближениями, с помощью анализа, как рациональные числа приближаются… Наоборот, как иррациональные числа приближаются рациональными числами. Итак, доказываю лемму. От противного предположим, что альфа – рациональное число. Значит, тогда А целое, В натуральное, и можно считать, что они взаимно просто. Так, давайте теперь посмотрим на подходящую дробь к альфа. Как вам кажется, можно ли утверждать, что вот это вот не ноль. Но посмотрите, помните, у нас же целый арсенал средств есть. Помните, подходящие дроби с четными номерами строго возрастают, с нечетными номерами строго убывают, предел как раз их значения есть значение цепной дроби. Это можно утверждать. Хорошо. Теперь давайте рассмотрим вот эту разность, исходя из того, что у нас есть знание, что альфа – это А на В. По модулю. Значит, если это рациональное число, то разность, если альфа – рациональное число, то разность тоже рациональное число. Давайте соображать, если мы приведем к общему знаменателю, что будет в знаменателе? Будет BQM, правда? Ну, а в числителе будет что-то. Ну, смотрите, мы предположили, что это не ноль. Значит, в числителе будет целое число. Значит, теория чисел что гласит? Что если целое число у нас есть, которое не ноль, то оно по модулю больше равно единице. Поэтому я здесь пишу единицу, и знак вот этот равно превращаю в больше равно. Итак, у нас получилось вот такое неравенство. Я, по-моему, это даже на семинарах, в каких-то группах задал в качестве домашнего задания. Ну что ж, у нас есть такая традиция. Кое-что из домашнего задания составляет материал лекции. Ничего не поделось. Итак, а это а на бета альфа. Вот так вот, да? Ну ладно. А вы понимаете, что альфа сидит между соседними подходящими дробями? Поэтому эта штука будет меньше, чем единица на qn, qn плюс 1. Значит, а что дальше получилось? qn плюс 1 меньше равно b. И это получилось для любого n. Смотрите, b это знаменатель альфа. Вот я его перенес. Видите, у меня вот это меньше вот этого. Я перенес, значит, все в числитель, получилось вот так, но при n, стремящемся к бесконечности, qn плюс 1 что делает? Стремится к бесконечности. А b это знаменатель альфа. Мы предположили, что альфа рациональна. Значит, получилось что-то противоречие. Вот эта величина стремится к бесконечности, она ограничена. Это противоречие. Значит, вывод, что альфа иррациональна. Удивительная вещь. Значит, мы доказали что-то очень хитрым способом. Да. Пожалуйста, почему альфа, когда я его использую, альфа? Альфа это значение бесконечной цепной дроби. В прошлый раз и в позапрошлый раз мы на это развели большую теорию. Мы об этом развели. Что такое значение? Это предел значений, предел подходящих дробей, которые там существуют. Подходящие дроби четного порядка монотонно возрастают, строго монотонно возрастают, нечетного порядка строго монотонно убывают. Значит, у них есть предел общий. Значит, если предел есть в возрастающей последовательности, то всякий элемент этой последовательности меньше предельного. А если убывающий, то всякий элемент последовательности вот этой убывающей больше предельного. Поэтому, значит, подходящая дробь отличается от альфа. Она либо больше, либо меньше, в зависимости от отчетности. Вот тут вот так вот. Вот хитрое доказательство. А почему там меньше? А мы опять с вами обсудили, что число альфа оно лежит строго между двумя соседними дробями. Тут у меня два варианта есть. Либо то, что оно меньше или равно, это и так понятно, потому что оно лежит. Либо бороться за то, что оно меньше, либо успокоиться и согласиться и писать меньше или равно, потому что с меньше или равно тоже будет противоречие. Потому что B ограничено, это знаменатель альфа, а Q стремится к бесконечности. Знаете, можно вопрос? Я понимаю, что это меньше или равно один делит на коэн в коэн в коэн в коэн в коэн в коэн. То есть первое, как неспешивительно геометрически, то, что если мы на икромне с единицу из вот этой звезды с проецилием, то там разница между любыми двумя, будет один делит на вот это. Ну подождите, мы с вами мы с вами и не геометрически это тоже доказывали. Это слишком много вопросов, я на последний вопрос отвечаю и двигаюсь дальше. Значит, смотрите. Мы с вами доказывали равенство, что P, N просто... Понимаете, в чем дело? Надо думать о теории чисел не только во время лекции и семинаров, а все время. И вот если вы будете думать, вы найдете какие-то ответы на какие-то свои вопросы. А иначе так они и не найдутся. Значит, вот мы с вами доказывали равенство, что это равняется плюс-минус единица. Если рассмотреть разность P, N, Q, N минус P, N плюс 1 на Q, N плюс 1, вот в знаменателе будет Q, N, Q, N плюс 1, а в числителе будет в точности вот это вот. То есть здесь взято по модулю, это единица. А вот это, это расстояние между вот этими двумя дробями. А альфа лежит между ними. Значит, поэтому, значит, вот расстояние между альфой и концом меньше всего вот этого расстояния. Все, значит, я на какие-то вопросы ответил. Значит, дальше движемся дальше. Потому что все-таки наша цель сегодня доказать теорему Лагранжа, а мы с вами разобрали только простой случай, который Эйлер знал. Значит, простую часть. Значит, движемся дальше. Ну, правда, мы вот... Мне вот это доказательство очень нравится, потому что в нем совсем другая идея. И вообще это концептуальная вещь, чтобы доказать, что что-то там иррациональное, и трансцендентное, надо изучать диафантовое приближение. Надо изучать, как оно приближается рациональными числами. Вот то, что вот здесь написано, это частный, очень вырожденный случай теоремы Леу-Вилли о приближении алгебраических чисел. Но об этом не будем сейчас говорить. Значит, с одной стороны, мы решили упражнение с прошлой лекции, а с другой стороны, мы доказали теорему Лагранжа в простейшую сторону. Значит, теперь доказываем в более сложную сторону. Я что-то ожидаю, что там будет больше вопросов, потому что там доказательство более хитрое. Теперь доказываем в обратную сторону. Второе, что мы делаем, куда? Значит, что нам дано? Дано, что альфа – иррациональное число, и что оно является корнем квадратного уравнения. Надо доказать, что дробь периодическая. Значит, дано, что альфа – вещественное иррациональное число, и что существуют А, Б, С, целые, не все одновременно равные нулю. Я по-другому написал. Такие, что альфа – это нам дано. Правда? Что надо доказать? Доказать надо, что… Ну что же доказать-то надо? Что дробь периодическая, да? А знаете, как я это сформулирую? Что существуют М и Н натуральные. М не равно Н. Такие, что альфа-М равняется альфа-Н. Альфа-М и альфа-Н – это хвосты. Значит, альфа-НТ – это хвост. Это обозначение сегодня использовалось. Значит, если у нас два хвоста совпадают, значит, если у нас в цепную дробь вот какой-то хвост с М-того номера и с М-того номера совпал, это значит, что вот то, что вот между ними, как раз и есть период. Потому что вот что там будет дальше идти? Вот то, что здесь, да? Вот это нам надо доказать. Значит, сейчас мы с этим справимся. Так? Значит, мы хотим доказать, что хвостов конечное число, что какие-то два будут совпадать. Значит, для этого мы составим уравнение, которому удовлетворяет хвост. Значит, альфа удовлетворяет вот этому уравнению. Давайте попробуем написать уравнение, которому удовлетворяет хвост. Значит, как его сделать? Значит, ну вот, если мы хотим через n-тый хвост выразить альфа. Значит, хотим выразить альфа через альфа-н-т. Значит, но этот прием, по-моему, уже очень много раз использовали. Что надо делать? Надо писать вот так вот. Альфа равняется альфа-н p n-1 плюс p n-2 альфа-н q n-1 плюс q n-2. Откуда это взялось? Это вот та история, что надо написать, опять повторяться приходится, надо написать равенство с неполным частным а-н-тем, неполное частное а-н-тем заменить на полное частное альфа-н-тем и воспользоваться тем, что тогда получится альфа. Видите, я обещал, что этот прием будем очень много раз использовать. Значит, теперь моя цель. Я хочу, значит, это я выразил, я хочу написать уравнение, которое удовлетворяет альфа-н-тем. Значит, я хочу написать уравнение, где а-н б-н ц-н целое, которому удовлетворяет альфа-н-тем. Но что я должен сделать? У меня есть уравнение, которым удовлетворяет а. Я туда должен, значит, вместо, которым удовлетворяет альфа. Я должен вместо альфа подставить альфа-н-тем, вот выражение альфа-н-тем через альфа-н-тем по вот этой формуле и увидеть, что там получается квадратное уравнение. Ну, действительно, смотрите, если я вместо альфа сюда подставлю вот это вот, да, то у меня там будут числители и знаменатели, надо домножить на общий знаменатель и получится уравнение. Правда? Давайте, так сказать, какие тут у меня получаются, какое у меня получится уравнение? Ну, давайте я его выпишу. Альфа-н-тем. Продолжение следует... Ну, теперь его мне надо как-то написать, значит, ну, мне надо избавиться от знаменателей. Ну, понятно, что получится. Давайте напишем АНТ, БНТ, СНТ. Чему они равны? Ну, понятно, что я делаю. Я домножаю на квадрат знаменателя, да, и привожу подобные члены. Сейчас успеем, я думаю, до перерыва это сделать. Так, значит, что здесь у нас будет? Значит, так вот, плюс. Правильно я написал коэффициент вот этот при х-квадрате? Теперь давайте при х. Отсюда будет А. Значит, тут будет удвоенное. 2АПН-1КУ. Значит, квадрат вот этого, да? ПН-1ПН-2 плюс. Отсюда что будет? БПН-1. Нет, я знаменатель умножаю на числитель. Смотрите, будет ПН-1КУН-2 плюс, а тут будет КУН-1ПН-2. Неудвоенное будет. А, что делаю? Давайте, сейчас я допишу Б, а потом еще раз объясню. Плюс. С. Так, что я делаю? Что я делаю? Значит, смотрите, я вот это уравнение переписываю вот в каком виде. А. Ой, ну это мне очень не хочется делать на доске, я хотел это делать в уме. А. Значит, я умножил на знаменатель. Знаменатель какой? Вот это дело в квадрате. Вот что там получилось. А дальше я раскрываю скобки и привожу подобные. И вот это я все делал в уме. Но поскольку вот, так сказать, просят поподробнее сделать, пришлось написать. Значит, смотрите, вот откуда взялось, вот я при Б коэффициент считаю. Это коэффициент, который при альфа. Значит, и вот это все должно равняться АНТ альфа в квадрате плюс БНТ альфа Н плюс ЦН. Вот как БНТ, так сказать, у меня считается. Вот отсюда при альфа в первой степени какой коэффициент будет? 2, ПН минус 1, ПН минус 2 на А. Вот он здесь написан. При Б, ну вот тут вот их накрест перемножить. Это умножить на это, это умножить на это. Вот он там написан. При Ц написан. Ну вот Ц, для Ц я не буду считать, оно равняется АН минус 1. Вот легко видеть, что, то, что если я свободный, если я пишу коэффициент при альфа, то я вот эти вот использую выражения. А если я пишу свободный член, то я вот эти вот использую выражения. Ну вот они тут еще есть. Это будет то же самое с номером на единичку меньше. Значит, сейчас я сформулирую несколько утверждений. Первое важное утверждение. Утверждение первое, что что дискриминант уравнения для альфа Н будет таким же, как и дискриминант для уравнения для альфа. Значит, ну как это объяснить? Значит, я немножко схитрю. Я немножко схитрю. Значит, смотрите, что я сделал. Я получил, как я получил уравнение для альфа Н. Я подставил, я подставил в исходное уравнение вот это вот выражение. Да? Значит, то я взял сразу и все вот это вот выражение подставил туда. А сейчас я немножко схитрю. Вот чтобы доказать вот это утверждение, я получу... Получим уравнение АНТ альфа НТ в квадрате плюс БНТ альфа НТ плюс СНТ равно нулю из уравнения для предыдущего хвоста. Вот оказывается, вот это уравнение, которое мы получили, ну вот это вот с этими коэффициентами, можно получить по-другому. Мы можем не подставить сразу вот эту формулу, а получать это уравнение шаг за шагом. Будут те же самые уравнения. Вот это надо уметь объяснять, почему. Ну, в общем, сейчас, я потом об этом скажу пару слов. Значит, мы можем вот это уравнение получить из предыдущего уравнения. А как его получить? Надо вместо альфа Н-1 написать АН-1 плюс единица на альфа НТ. Значит, итак, мы опять занимаемся какими-то подстановками. Значит, вот у нас есть Н-1 уравнение. Вот оказывается, что из него можно получить то же самое НТ уравнение. С помощью какой процедуры? Мы Н-1 хвост вот так вот выражаем. Вот Н-1, ой, ой, да. Н-1 хвост, он начинается с АН-1. А дальше вот плюс единица поделить на НТ хвост. Что я сделаю после перерыва? Я вот в это уравнение подставлю вот это значение для альфа Н-1. У меня получится вот такое уравнение. И я проверю, что при этом, при этой процедуре сохраняется определитель. А вот почему то, что проделано, будет обоснованием того, что вот этот определитель равен этому, это я оставлю в качестве упражнения. Может быть, в следующий раз мы его обсуждаем. Сейчас сделаем перерыв. Вот если поставить сюда... Если подставить сюда выражение для вот этого хвоста вот такое и упростить ну, что значит упростить? Ну, привести вот, так сказать, к такому виду, избавиться от знаменателей, то получится в точности... Ну, вот тут важный вопрос. Почему? А, давайте так. Упражнение ответить на вопрос. Почему? А мы сейчас вот это сделаем. Значит, смотрите. Значит, что будет, так сказать, если мы сюда подставим вот до выражения. У нас получится а n-1. Значит, здесь плюс получится вот такое уравнение. Ну, давайте теперь приведем, так сказать, избавимся, так сказать, от знаменателей. Значит, чтобы избавиться от знаменателей, надо умножать на альфа нт в квадрате. Правильно? Значит, n-1, да. Умножаем на альфа нт в квадрате. Значит, что у нас будет? а n-1. То есть, это я, значит, все умножил на альфа нт в квадрате. Здесь я внутри скобки умножил, здесь я умножил на альфа нт в квадрат, здесь в первой степени, там квадрат. Значит, что у нас получилось в результате? В результате у нас получилось уравнение значит, какое уравнение получилось? Значит, при квадрате что будет у нас? а n-1. Значит, здесь будет а n-1 маленькое в квадрате. Правильно? Вот здесь вот в квадрат получился. Дальше плюс bn-1 плюс bn-1. Значит, я сейчас осуществляю свой план. Я вместо альфа n-1 подставляю вот это вот и записываю то уравнение на альфа n, которое получится. Вот почему получится именно то уравнение, которое, если я сразу вот это подставлю, это вопрос. Но на самом деле же это понятно, что вот сделать одну вот такую замену, это сделать n последовательных замен. Это я начинаю решать упражнение, сами будете решать. и теперь я привожу подобное. Вот я подставил сюда вместо альфа n-1 вот это выражение и считаю, какие коэффициенты будут при альфа n. Значит, у меня здесь будет а n-1 альфа, а n-1 маленькая в квадрате, bn-1 а n-1 отсюда и cn-1 Вот вы меня отвлекли, ну хорошо, что следите, да? Вот так вот. Вот это будет на альфа n в квадрате, да? Плюс теперь при 2 a n-1 a n-1 правильно? Из этой скобки все, из этой скобки bn-1 правильно пишу? Плюс а свободный коэффициент будет только отсюда, только отсюда, правильно? a n-1 Получилось вот такое уравнение. И теперь я считаю новый дискриминант. Новый новый дискриминант. Новый дискриминант какой? Это я должен вот это возвести в квадрат, да? И вычесть вот учетверенное произведение. на вот это. b. ну давайте смотреть. Вот если я вот это возьму, вот это и вот это, получится b n-1 в квадрате минус 4 a n-1 c n-1. А остальное сократится, потому что смотрите, вот это в квадрате 4 квадрат квадрат вот оно удвоенное произведение это умножить на это на 2 вот оно вот это на это и все сократится. Значит, вот так это почему-то сокращается. То есть, еще раз, если я взял уравнение n-1 вот я предположил, что альфа n-1 удовлетворяет какому-то уравнению и получил из него за один шаг уравнение для a n-2. При этой процедуре сохраняется дискриминант. Вот что я доказал. А почему-то я утверждаю, что дискриминант сохраняется при, так сказать, процедуре, если мы это много раз проделаем. Значит, надо это продумать. Итак, утверждение 1, что дискриминант сохраняется, я доказал. Значит, следующее утверждение связано с применением диафантовых приближений. Как? дискриминант сохраняется, почему именно оно будет равно b? Значит, ну, смотрите, я доказал, что вот это равняется вот этому на предыдущем шаге, а там по индукции получается. Значит, вот, ну, это надо продумать еще будет. это из единственности разложения в цепную дробь. Что такое альфа nt? Ну, ребят, альфа n минус первое, что это такое? Конечно, единственность тут повсюду. Ой, а n минус первое, а nt, а n плюс второе и так далее. А что такое альфа nt? Это а nt, а n плюс первое, альфа n минус первое, а n минус первое, а n plus первое, а n плюс второе и так далее. А что такое а нт? А nt, а n плюс первое, а n плюс второе и так далее. Смотрите, а nt это то, что начинается вот отсюда. Ну, вот и получилась эта формула. Так, утверждение 1 есть, утверждение 2. Последовательность b-ent-ых ограничена. То есть дискриминант у всех этих уравнений всегда постоянный. Последовательность b-ent-ых сейчас окажется ограниченной. Почему? Ну, тут понадобится диафантовое приближение. Вот смотрите, как мы доказали, что значение бесконечной цепной дроби иррационально? Мы предположили, что оно рационально, и чего-то там поколдовали с приближениями чисел. Вот приближение чисел, рациональными числами изучали, что-то получилось. Вот эта наука, когда приближение чего-то изучается, какие-то числа приближаются рациональными числами, вот это называется диафантовое приближение. И вот сейчас мы тоже будем что-то приближать. Вот у нас выражение для b-ent-ого. Мы сейчас сделаем некоторый трюк. Вот смотрите, выражение для b-ent-ого а, b и c – постоянные величины, они зависят от а. А вот там p с индексами и q с индексами. Мы сейчас избавимся от букв p. Мы это будем делать с помощью приближенной формулы. Итак, мы знаем, что альфа, значит, это доказываем утверждение 2. Значит, альфа минус p-ent на q-ent. Или кто-то у нас не p-ent, у нас какие-то p-ent минус 1. Давайте, p, давайте я здесь напишу k. По-моему, у нас сегодня такая формула уже была. Правда? А k я написал, потому что мы будем использовать ее, с k равным n минус 1 и k равным n минус 2. Только эту формулу надо написать немножко по-другому. Мы ее напишем вот как. Во-первых, давайте умножим на знаменатель. Получится... А теперь перепишем ее так. что pk равняется альфа qk плюс θk делить на qk плюс 1, где θk по модулю меньше единицы. Ну, меньше равно, это не важно. Ну, смотрите, действительно, разность между вот этими двумя числами по модулю не превосходит вот этого дела. Что это значит? Это значит, что одно число получается из другого числа. Как? Что вот к числу... Чтобы получить pk из альфа qk, надо к нему прибавить что-то, что меньше по модулю вот этого. Ну, вот тут так и написано, что здесь прибавляется нечто, которое... Ну, я говорю, это не важно. Ну, если строго меньше, то и меньше или равно. Если хотите, ну, давайте напишем... Вы имеете в виду, что и раз здесь строго меньше, то и здесь строго меньше. Хорошо, давайте напишем, чтобы не возникало лишних вопросов. Напишем, что строго меньше. А теперь зададимся вот какой-то целью. Вот почему-то нам сейчас удобно. Вот у нас есть точная формула для bk2. Но почему-то нам сейчас окажется более удобным иметь не точную формулу для bk2, а приближенную. Что же мы делаем? Значит, мы берем формулу для bk2, bn2. И вот в формуле для bn2, я же вам говорил, избавляемся от буквы p. Смотрите, точная формула для bn2. В ней входят a, b, c константы, да? И вот эти выражения pn-1, pn-2, qn-1, qn-2. Что мы делаем? Для p у нас есть приближенная формула. Вот я ее только что вывел из приближения числа, подходящей дробью. И вот я теперь сюда везде, где есть p, подставляю его приближенное значение. И смотрю, что получится. И получается фокус. Итак, равно. Равно. b состоит из трех слагаемых. И эта слагаемая, и эта слагаемая, и вот эта слагаемая. Ну, последняя слагаемая можно не трогать, там буквы p нет. А в первом и втором слагаемом много букв p, поэтому, значит, в первом слагаемом я пишу 2а. А вместо p я пишу, значит, с каким индексом там? n-1, n-2. Ну, вот я и говорил, что k нам понадобится n-1 и n-2. Подставляем. Значит, здесь будет альфа q n-1 плюс тета n-1. На что разделить? На qn. Это для одного p подставили, а для другого p? На какой, с каким индексом? А? Тут очень важно, с каким индексом, поэтому надо писать правильно. n-1. Значит, это я преобразовал первое слагаемое в b. Сейчас доказывается второе утверждение, вот оно здесь доказывается. Первое слагаемое в b перевязал. Плюс второе слагаемое в b. Ой, там b. Значит, там pn-1, qn-2. pn-1. pn-1 на qn-2. Плюс qn-1, pn-2. А p мы ликвидируем. Ничего? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Так. Значит. Где надо что исправить? Во второй слаге. Дальше. Вот. Там p, а, а, а. Наша цель. Ну, я же вам рассказал, какая наша цель. Избавиться от буквы p. Поэтому, значит, если я сейчас что-то не то делал, вы же уже поняли, что надо избавляться от буквы p. Поэтому, значит, нам q должно быть. Плюс. Ну и последнее слагаемое. С ним ничего страшного нет, да? Плюс 2c равно. Сейчас будем преобразовывать. Сейчас будем преобразовывать. Значит, давайте воспользуемся принципом. Значит, что мы с вами сделали? Мы с вами заменили вот эти p на их приближенное значение, что это равняется, вот p равняется q альфа плюс погрешность. Давайте сперва на погрешности не обращать внимания, мы потом их соберем все в одно, в один мешок, все погрешности. А сейчас попробуем получить выражение, которое вот без погрешности получилось. Значит, вот все, что не содержит тета, выписываем. Значит, смотрите, у нас из первой строчки ой, слушайте, 2а qn-1 qn-2 не дописал еще плюс из второй строчки смотрите альфа qn-1 qn-2 на b, да? А из второго альфа qn-1 qn-2 на b. Значит, у нас будет 2b qn-1 qn-2 альфа. Ну и последняя осталась. Это я написал, главное слагаемое, в котором не участвуют погрешности, правда? Как-то оно тут коряво давайте я его сотру и напишу. Просто оно как-то вот тут коряво написано, оно очень важное, я его напишу. зря я его пишу. Видите, красиво написал, и теперь погрешность. Погрешность, давайте изучать погрешность. Ну откуда возьмется погрешность? Ну смотрите, если мы вот тут ну из третьего слагаемого погрешности просто не будет, правда, а вот из первого и второго надо осознать какая погрешность. Давайте разбираться в первом слагаемом. Плюс так, давайте смотреть. Если у нас например, значит, вот как здесь раскрываются скобки? Здесь 4 слагаемых, одно отправили в главный член. Значит, вот это вот умножается на вот это вот мы не учли, правда? Но смотрите, что будет здесь. Если, кстати, здесь коин минус 1 в числителе, здесь коин минус 1 в знаменателе, что с ними случится? Сократятся. А в числителе оставится тета n минус 2. Теты все не превосходят в единиц. Значит, тета это ограниченная величина. Значит, если я вот это подчеркнутое умножу на вот это подчеркнутое, получится величина какая? Она, вот это ограничено единицей, а это ограничено альфой, да? И еще оно будет умножаться на 2 и на а. Давайте подумаем, что нас беспокоит. Нас беспокоит, что происходит, когда n стремится к бесконечности. Правда? Мы все больше и больше и больше берем номер n и смотрим, что происходит. Так вот, получается, что когда n стремится к бесконечности, вот эта штука ограничена, альфа число постоянное, а, кто помнит, что такое а большое? А? в самом начале у нас было уравнение, которым удовлетворяет альфа, да? И вот а, б, с из того самого начала. Значит, итак, эта величина ограниченная, а ограниченная, вот это коин минус 1 в числителе сократилось с коин в минус 1 в знаменателе, поэтому, если я две подчеркнутые величины перемножу, то получится ограниченная величина. Поэтому, понимаете, вот тут у меня осталось мало места. поэтому я пишу просто, что здесь вот вместо первого слагаемого, которое получилось умножением этого на этого и на это я пишу ограниченная величина. При n стремящемся к бесконечности. Зачем мы рассматриваем вот эту величину именно альфа ку ку минус 1 умножить на т это n минус 2 и на ку минус 1 на при n смещемся к бесконечности. У нас ку n минус 1 и так 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 вы согласны, что она ограничена? Ну все, успокойтесь пока, подождите, что будет дальше. Она ограничена. Давайте теперь посмотрим, если я вот это вот, я его теперь сверху подчеркну, умножу на вот это вот. Так она тем более ограничена, потому что в знаменателе тут ку n, а в числителе ку n минус 2, а ку растут. Значит, то, что я вот так подчеркнул, оно тем более ограничено. А вот если я вот это вот умножу на вот это вот, так будет вообще ограничено, потому что в числителе тет и будут, которые меньше единицы, и там еще знаменатели куда-то стремятся к бесконечности. Значит, поэтому я что хочу сказать, я вот здесь написал ограниченная величина для того, словами, для того, чтобы учесть, что все, что из погрешности, из первой строчки вылезет, это будет ограниченная величина. Просто я могу каждое слагаемое выписать, вот то, что я проговорил сейчас, и увидеть, что все они с ростом n ограничены. Еще раз, вот это умножить на это, там сократится qn минус 1, поэтому оно будет ограничено, а во всех остальных знаменатели будет больше, чем в числителе. Так что все, что возникло из погрешности из первой строчки, это ограниченная величина. Значит, наверное, вы догадываетесь, что из второй строчки тоже ограниченная величина возникнет, потому что я здесь больше ничего не пишу. Но давайте посмотрим. Вот вторая строчка. Во второй строчке в главный член что ушло? В главный член ушло, когда вот этот множитель умножался, например, на этот множитель. А если вот этот умножить на этот, что будет? Смотрите, в числителе тета, в знаменателе qn, а в числителе qn минус 2. Но qn-то больше, чем qn минус 2. Поэтому это все не больше, чем тета, которое не превосходит единицы. А тут еще какое-то b, но b это не растет с ростом n. То есть это ограничено. И вот тут то же самое. Но тут вот на пределе, знаете, qn минус 1 в числителе и qn минус 1 в знаменателе. Они сокращаются. Значит, осталось одно ответное. Все, что здесь было в погрешности, это ограниченная величина. Так, ну а вот и теперь существенный вопрос. Значит, что мы с вами сделали? Мы взяли формулу для b, вычислили b не точно, а приближенно, и получили, что для b есть вот это вот выражение, вот главный член, плюс погрешность, которая ограничена. Теперь я спрашиваю, а что такое главный член здесь? Вот чему равно вот все вот это вот? Правильно, да. Нулю. Видите, все все понимают. Итак, bn равняется. А знаете, что здесь есть общего во всех слагаемых первого члена? Двойка и qn-1, вот мы это вынесем за скобки. А что останется? Значит, это я переписал формулу, что вот был главный член, плюс, оказывается, главный член никакой не главный. Потому что вот от чего мы начали наше доказательство. мы предположили, что альфа является корнем уравнения. И это самое уравнение после вот того, той процедуры, которую мы здесь сделали, приближенного вычисления, тут и появилось. То есть, никакой это не главный член, это ноль. Это ноль. Значит, что же у нас получилось? Что bn ограничено. Значит, мы даже можем, знаете, написать, чем оно ограничено, если очень захочется, потому что, смотрите, все наши погрешности, ладно, если вы боитесь, можем выписать. Итак, вот эта погрешность, давайте напишем, что bn равняется ноль плюс r, и r мы просто ограничим. То я что-то вижу, вы боитесь. Значит, смотрите, если мы вот этого, вот этого умножим на это, что будет у нас? 2а альфа. Смотрите, вот этого умножаю на это. Коин минус один сократилось, вот тета меньше единицы, 2а модуль альфа. 2а. А то понимаете, что вы начнете на коллоквии на экзамене говорить, вот ограниченная величина, а вредный преподаватель скажет, ну-ка напишите мне эту ограниченную величину и покажите, чем она ограничена. Вот я сейчас этим занимаюсь. Значит, дальше, если я вот этого умножу на это, смотрите, тета не превосходит единицы, коин минус 2 разделить на коин не превосходит единицы, значит, будет 2а альфа опять. Так, а если я вот этого умножу на это, то это будет единица плюс 2а просто. Ну, знаете что, для честного, чтобы быть, вообще надо модуль, мы же не знаем, какое а, оно может тоже отрицательное быть, поэтому давайте вот так модуль поставим. Вот так модуль поставим. Значит, это граница для той ограниченной величины, для той части ограниченной величины, которая получается из первой строчки. Давайте еще прибавим границу из второй строчки. Ну, я не знаю, это бессмысленно выражать, ну, ведь она какая-то некрасивая, так сказать, не важно, чему оно равно, но давайте уже для верности выпишем. Значит, что здесь будет? Вот это умножить на это, это уходит в главный член, а вот это умножить на это, смотрите, qn-2 на qn меньше единицы, тета меньше единицы, значит, здесь будет b, из первого слагаемого будет b. Ну, модуль b, модуль b, потому что мы не знаем, какой знак у b, чтобы быть честными, пишем модуль. Из второго, смотрите, вот это умножить на это, это главный член, а вот это умножить на это, qn-1 сокращается, тета в числителе, тета не превосходит, а 5b. Ну и вот мы действительно для этого остатка получили оценку сверху, которая не зависит от n. Оно действительно ограничено. Так, меня начинает это беспокоить. Меня, нет, все, значит, у нас 20 минут. И все, успеем, успеем. Так, хорошо, значит, давайте близимся к завершению доказательства теоремы Лагранжи. Значит, что мы доказали? Мы написали уравнение для n-тово хвоста. Значит, давайте я, значит, вот альфа, значит, альфа было в цепную дробь, разложение. Я напоминаю, что мы делаем. Значит, альфа n-хвост. Ой, альфа n начинается с a-n. Хвост, хвост. Значит, a-n альфа n-квадрате плюс b-n альфа n плюс c-n. Это уравнение целое для альфа. Значит, утверждение 1 было, что дискриминант сохраняется. утверждение 2, что b-n это ограниченная величина. Следствие, давайте это утверждение 3 будет, что произведение a-n-c-n тоже ограниченная величина. a-n-c-n-c-n. почему произведение ограничено? Дискриминант постоянен, b ограничено. Значит, a-c равняется дискриминант плюс b. Почему у вас b-2, n-а минус 1, а n там 4. А. Потому что тороплюсь. Значит, дискриминант минус 4 а-c, извините, надо написать четверку, правда? Ну, там впишите, как я себе четверку. Дискриминант b-2 минус 4 а-c, да? Итак, значит, смотрите. Все замечательно. Дискриминант все время один и тот же. b-величина ограничена, мы сейчас мучились, использовали диафантовые приближения и доказали, что она ограничена. Дальше ничего использовать не надо, дальше осталось только пожинать плоды. Значит, смотрите. Ну, конечно, ограничено, потому что АНСН равняется А В квадрат минус 4АС плюс В, что там? АНСН равняется ВН В квадрате минус В квадрат минус 4АС. Вот так, да? И это мы только что доказали, что ограничено. А это постоянно. Делим на 4. Ну. Вот так, да? Ну, на 4 не страшно, разделим на 4, все равно будет так. Так, утверждение 4. И АН, и СН не нули. Смотрите, мы не будем это доказывать непосредственно, но мы знаем, что альфа, хвост, это бесконечная цепная дробь. Она, ее значение иррациональна. Если бы АН равнялась бы нулю, а все вместе, они не нули, то тогда бы, так сказать, у нас альфа была рациональна. Значит, у нас получается, что, так сказать, не ноль. Если целое число не ноль, то оно больше или равно единице по модулю. Значит, утверждение 5. И АН, и СН оба ограниченные величины. Если бы СН равнялась нулю, то поскольку все они не ноль, у нас получится, что мы на альфа можем сократить и опять получается альфа-рациональное число. Потому что если вот это равно нулю, на одно альфа сокращаем, получается альфа-рациональное число. Значит, не ноль. Теперь смотрим. Если два целых числа, которые не ноль, в произведении дают какую-то ограниченную величину, то оба эти числа ограничены. Правда? Потому что они снизу отделены от нуля единицей. Значит, утверждение 6. Различных наборов АН, БН, СН только конечное число. Только конечное. Почему? Мы начали с того, что БН ограниченная величина. То есть, БН не превосходит какой-то константы, которая постоянная. Она зависит от коэффициентов уравнения, не зависит от Н. АН и СН, их произведения не превосходят константы. Все они не нули. Стало быть, они тоже ограничены. Значит, на первом месте у нас конечное число возможностей, на втором месте конечное число возможностей, на третьем месте конечное число возможностей. Всего таких троих чисел различных конечное число. Утверждение 7. Различных корней многочленов АНХ в квадрате плюс БНХ плюс СН конечное число. Значит, смотрите, у нас есть конечное число многочленов, потому что у нас конечное число возможностей для каждого из коэффициентов. Для каждого из коэффициентов. Многочлены все второй степени. У многочленов второй степени не более, чем двух корней. Значит, раз конечное число многочленов есть, то есть конечное... Раз у нас конечное число многочленов, то есть конечное число и корней тоже. Значит, что у нас получилось? У нас получилось, что каждый хвост удовлетворяет какому-то многочлену. Сколько у нас альфа-число иррациональное, потому что мы хотим что-то доказать про квадратичную иррациональность. Сколько хвостов у альфа различных? А хвостов альфа n, когда n равняется 1, 2, 3 и так далее, бесконечно. И каждый хвост корень какого-то многочлена. А многочленов конечное число. Значит, что это значит? Значит, вывод, что существует m, не равное n, такое, что альфа m равняется альфа n. А это что значит? А это значит, что дробь периодична. Мы с этого начали, что условия периодичности можно записать так. Таким образом, цепная дробь периодична. Сейчас у меня даже есть несколько минут, осталось ответить на вопросы. А n, t, c, t, n, t в отдельности. Так, значит, а, n, t, c, n, t, значит, сейчас могу отвечать на вопросы. А, n, t и c, n, t в произведении ограничено, потому что вот b, n, t ограничено, а... Ну, хорошо, давайте теперь разбираться. А, n, t и c, n, t оба не нули, потому что если бы они были бы нулями, то число альфа n, t было бы рационально, а оно бесконечная цепная дробь. У бесконечной цепной дроби значение иррационально. Значит, произведение а, n, t, c, n, t по модулю больше ли равно... Ну, например, а, n, t, потому что c, n, t, модуль больше равен единице. А если оно ограничено, если оно меньше константы, то получилось, что а, n, t ограничено. Все банально. Если произведение двух ненулевых натуральных чисел ограничено, сверху, то и каждое из этих чисел ограничено, потому что если есть целое число, вот если оно ноль, ну, если оно ноль, ничего нельзя сказать. Вот смотрите, если а, n ноль, то и а, n, c, n ограничено, c, n может быть любым. Но мы про а, n знаем и про c, n знаем, что они не нули. Они, целое число не нули, значит, они больше равны единице. Значит, получается, что значение а, n и c, n, каждое по отдельности ограничено. Вот так. Значит, это была, наверное, последняя теорема. Нет, не последняя. Ну, в общем, официально это последняя теорема про цепные дроби. Значит, в следующий раз мы начнем новую тему простые числа. Знаете, что такое простое число? Ну вот, будем в следующий раз заниматься простыми числами, а сейчас делаем перерыв.